Всем привет дорогие друзья, с вами Механик, сегодня новенькая серия City Car Driving, сегодня поработаем с вами водителями. Машина очень даже интересная и это скорее такой премиальный УАЗик у нас сегодня, это у нас Lexia GX. Так, сейчас покажу вам как он выглядит снаружи. Такое ощущение, что он немного заниженный что ли, или просто из-за черного цвета так кажется. Нереально, как будто немножечко призаниженный такой, нифига себе. Ни разу не видел, чтобы такие тачки были занижены, в основном они такие задранные достаточно. Ну, ничего страшного, все бывает первый раз, давайте попробуем. Ой, двигатель запустился как. У нас коробка естественно автоматическая, ну по другому и быть не может. Ладно, сейчас мы, сейчас мы с вами значит принимаем задание от нашего шефа, потому что мы водители. И, соответственно, начальник нам говорит, что сегодня надо забрать какой-то груз, куда-то там привезти. В общем, сегодня этим займемся. Поехали. Так. Нормально тут прямо обзорность такая хорошая, хотя вроде как будто окна в тонировке. Ребят, кстати, я чуть не забыл, специально для вас супер предложение, по ссылочке в описании переходите. Вы попадете в мой магазин игр, в котором лучшие игры, ключи и аккаунты со стопроцентной гарантией и всегда самые низкие цены. Ссылочка в описании. Так, и пока я сильно не давлю на газ, потому что, ну, сами понимаете, надо привыкнуть. Я первый день просто на этой машине работаю. Очень такое оно прямо. Я думал, валка будет. Нет, слушайте, прямо рулится, как спортивный какой-то этот самый болид. Ух, ух, так она еще и может что-то показать. Ребята, а вы знали, что только для подписчиков канала действует уникальное предложение? Вы можете купить любимую игру дешевле, чем где-либо, например, GTA 5. Заходим сюда и вы можете купить стопроцентный ключ за 599 рублей. Таких цен больше нет нигде. А если вы рисковый парень, можете попробовать покрутить рулетку за 189 рублей, шанс 50%. Испытывайте удачу или покупайте стопроцентный ключ, используя вот этот переключатель. А также обратите внимание, что у нас есть кэшбэк к любой покупке. Накапливайте деньги на своем аккаунте и забирайте игры бесплатно. Торопитесь, количество ключей ограничено. Ссылка в описании. Так. Прям мне нравится, как едет. Ух ты, свет какой шикарный у нее. Эти фары просто бам! И это ближний. Вот они, технологии-то где. Ну, не могу сказать, что прям педалит она. Ну, не педалит, конечно. Но тормозит. Эх, вот бы на такой тачке-то на рыбалочку с дедом съездить. А вот это была бы вообще жара. Дед бы просто обалдел от такого аппарата жесткого. Ну, даже гелик можно вот так чуть... Так, а мне куда? А мне сюда. Все правильно я встал. Единственное, что-то на приборке не отображаются поворотники. Типа вырубаешь поворотник, а он не отображается почему-то. Все, поехали. Так, сейчас, значит, заберем груз. Отвезем его на место назначения и посмотрим. Может быть, надо будет начальника отвезти куда-то. Но работать водителем на такой машине, я вам скажу, это одно удовольствие. Просто до этого я ездил там на всяких тачках, типа УАЗики, там, Жигули всякие. А тут просто бам, Лексус. Сразу, ну, сами понимаете, статус. Все дела, машина. Интересно, конечно, едет. Ну, а что, новая она? Ну, не самая, конечно, новая, но почти. Это как, я так понял, это как Прада. Как лэнд-крузер Прада, только от Лексуса, типа люксовая такая. А 460, наверное, потому что двигатель 4.6. Я знаю, что тут у них есть такой двигатель. Там, по-моему, 300 с чем-то лошадиных сил. Я даже не знаю, сколько здесь. Ну, ну, едет где-то, наверное... Ну, не могу я точно сказать, насколько он едет. Потому что не с чем просто сравнить. В принципе, уверенно едет. Может быть, 300 сил-то и есть. Но все-таки он, ну, нелегкий. Достаточно тяжелая машина. Тормоза, надо сказать, что они, в принципе, неплохие. Тут все жалуются, что, типа, ну, такая тачка, она не тормозит. Но это прям неплохо едет. Такс. Смотрите, вот даже X5, да, достаточно высокий. А все равно мы сидим повыше, как бы, видим подальше. Здесь вот Нива, Шевини вообще низенькая по сравнению с нами. Ну, нет, хотя X5 тоже высокий. Ну, вот старта у него, конечно, нет. Ну, понятно, что это не гоночный аппарат. Стартует медленно он. Но зато он как-то плавно прям едет, супер. Прям отрабатывает все вот эти неровности и кочки. Классная машина. Ну, реально вот на такой можно работать и получать удовольствие одновременно. Так что очень приятно на ней ездить. Даже вот так вот можно чуть-чуть здесь быкануть можно немножечко даже. Но главное не сильно, потому что вот эту машину поцарапать вообще никак нельзя. Не говоря уж там о том, чтобы как-то стукнуть. Потому что все-таки машина рабочая, реально. Потом все это мне придется ремонтировать за свой счет. А это как бы очень не хотелось бы этого делать. Такс. Такс, такс, такс. Ага, по кольцу направо. А что, приехал уже? Так, почти приехали уже. Сейчас сворачиваем. Обогнуть дом с фасада. Что надо? Блин, ты что же так тормозишь-то, дяденька? Я чуть тебя не въехал. Хорошо, что у меня тормоза такие прямо, ну, качественные. Слушайте, смотрите, буквально прям, да? Зазор какой остался минимальный. Так, вот это наш парень, кажется. Давай, братан, грузи и все. А я уже это повезу. Что-то хрупкое грузит, говорит. Так, я понял. Хрупкое, но постараюсь, значит, как-то все это дело довести аккуратненько. Ох, ничего себе там. Зазвенело, слышали? Что-то зазвенело. Видимо, стекло какое-то. Так, ладно, будем ехать, значит, очень аккуратно. Так, тихонечко, мадам, мадемуазель, тихонечко. Так, попробуем здесь вот так развернуться за один. Оп, за один оборот отлично развернулся. Все получилось. Фух. А ехать-то далеко, кстати. Ехать далеко показывает. Ну, ничего, постараюсь доехать. Так, мужчина, аккуратно, аккуратно, мужчина, аккуратно. Так, автобус, давай-ка ты. Не лезь, не лезь в мой ряд, пожалуйста. Так. Немного не со своего ряда повернул, ну ладно. Главное, доставить груз в целости и сохранности. Иначе, ну, начальник, сами понимаете, особо-то рад не будет. И минус премия, все дела. А мне надо чем-то, как бы, семью кормить. И кушаться маму хочется. Так что надо ехать аккуратно. Так, сейчас кольцо преодолеем впереди. В принципе, у меня только вот эти торможения. Ну, такие вот эти, ох ты. Ну, что ты сигналишь-то? Себе по сигналь. По своей полосе еду. Ну, вильнул чуть-чуть. Там люк вообще был открыт, я его объезжал. Слушайте, ну вот если заранее тормозить, вообще супер плавно. Просто нереально плавно едет. Так, мы дальше вот здесь выскакиваем. Чуть-чуть, чуть-чуть. Гошетку чуть-чуть маленько. Так. Аккуратненько. Фу, вообще четко прям. Настолько он плавно, как будто плывет, знаете, как на яхте. Я, конечно, не плавал на яхтах, но я вот предполагаю, что примерно так же на яхте вот. Ты просто как бы, вот так вот, как на волнах качаешься. Не чувствуешь каких-то неровностей. Все супер плавно, аккуратненько. Даже вот на нем гнать не хочется. Хочется просто аккуратно ехать. Ну, понятное дело, что я не хочу просто груз повредить. Если бы не груз, я бы прям уже давно вот так бы топнул. Вот так бы топнул, но теперь пора оттормаживаться заранее. Так, заранее, заранее тормозим, тормозим, тормозим. Блин, кольцо это. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Давай тормози. Так, вот сейчас вылетаю на кольцо, пока никого нет. А мне куда? А мне вот сюда. Все прям по своей полосе даже. Все четенько. Даже если не нарушать, я вам скажу, что никаких проблем не испытываешь без нарушений, если ехать. Но он прям не то, что провоцирует, но ты даже не ощущаешь того, как скорость превышаешь. Ты вроде едешь 60, смотришь, бах, уже 90. А ехал вроде так же. То есть настолько вот у него плавное вот это движение ускорения, что как-то даже слишком, слишком хорошо. Аж не верится, что так бывает. Так, я практически полпути проехал. Осталось уже не так долго. Но это не значит, что стоит расслабляться, а значит наоборот, что расслабляться не стоит. Надо собраться, и все тогда получится. Так. Самому главное сильно не нарушать. И все будет... Ой-ой-ой, моргающий. Ну ничего, ничего, на моргающий же можно ехать? Можно. Автобус, ты куда? Дядька. Я прям все с поворотничками как надо все делаю. Так, тут чуть втопим. Чтобы на зеленую успевать. Ну не, успеваю все четко. Так, ну тут лучше притормозим. Ага, красный, 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 красный светофор. Я не успел на него. Ёлки-палки. Фух, ну резко не стал тормозить. Реально очень, ну, груз какой-то хрупкий там надо аккуратно прям вести. Я прям слышу, что каждое торможение что-то там позвинивает в багажнике. Я надеюсь, что там все целое до сих пор. Но я вроде сильно-то и не тормозил, согласитесь. Я прям супер аккуратно еду. Сейчас вообще буду наехать 50 километров в час. Чтобы ни в кого, никуда и никак. Так, это наш поворот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно, опасно было вообще. Жесть, как опасно было. Так, опять красный впереди. Лучше я заранее буду останавливаться. Мне прям очень страшно повредить груз. Так, может быть я слишком как бы, слишком аккуратно все это делаю. А может нет, кто знает. Я же не знаю, что там такое лежит. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Так. Едем. Осталась вообще фигня. Осталось 800 метров. Меньше километра. Довести бы это все дело и было бы вообще шикардосно просто. Может премию какую выпишет Мишев. 700, 800, 600, 500, 325, 5, 5, 3, 5, 6, 5. Давай, 600 метров. Бабуля там еще дорогу переходит прям. Как-то. Не, нормально, бабуля. Давай. Всего хорошего тебе, бабуль. Давай. Так, вот это плохо. Это очень плохо. Это вообще плохо. Фух. Ну, вы поняли, да? Насколько прям вот на тоненького все прошло. Осталась фигня. 350 метров. Доехать бы, пожалуйста. Доехать бы. Лишь бы ничего не произошло по дороге. Лишь бы ничего не произошло по дороге. Всегда вот что-то происходит. Какой-нибудь усач вылетит или еще что-то. Но пока вроде как... Неужели доедем, а? Неужели довезу я его? Ай-яй-яй-яй-яй. Вай-ме. Выгружай меня, брат. Так. Брат не хочет меня выгружать. О, начал выгружать. Давай, брат. Выгружай нафиг. Быстрее. Ой, кровь. Чуть не вмазал тачку. Так, все, шеф на сегодня хорош с меня. Ёлки-палки. Я поседею так раньше времени. Куда, куда, дядя? Так, все, срочно. Мне надо в шаурмичную. Срочно нужно перекусить. Где моя любимая шаурмичная? Вот же она, вот же она. Нет, это не она. Надо дальше. Где моя шаурмичная? Вот же она, вот же она. Так, все. Тут и пирожок, и шаурмичная сразу. Машину на нейтраль бросаем. Вот они, смотрите. И шаурмичная, и... И пиродукты. Выпечка, пирожок. Короче, все, приехали. Ребят, на этом серия заканчивается. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова